В этом видео я проведу 7 невероятных экспериментов с Лего, которые превзойдут ваши ожидания от обычного конструктора. Каждый новый эксперимент будет масштабнее, сложнее и интереснее предыдущего. Ну что ж, приступим. И первым на очереди экспериментом будет создание цунами с помощью конструктора Лего. Для создания волн нам понадобится резервуар для воды. В нашем случае это будет огромный 400 литровый аквариум. Толщина стекла такого аквариума больше головы мини-фигурки. Это будет действительно масштабно. Наберем же его водой. Чтобы сдвинуть такую массу воды и образовать волны, нам нужно собрать действительно надежную конструкцию из Лего. Для вращения механизма я использовал два лего-мотора линейки Майншторм, которые имеют нужные нам показатели силы и надежности. Давайте же закрепим конструкцию в аквариуме, чтобы проверить работоспособность. О да, это работает. Сам механизм работы моего волногенератора не сильно сложный. И главная задача это сделать конструкцию достаточно крепкой, чтобы она не сломалась во время работы. Эта машина будет имитировать океанические волны, и мы протестируем ее на трех разных кораблях Лего, небольшой лодке, катере и прочном грузовом судне. Через некоторое время лодка наконец затонула. Теперь перейдем к следующему испытуемому. Есть у второй лодки шанс остаться на плаву. С точки зрения минифигурки, это похоже на то, как если бы вы попали в настоящий шторм в открытом океане. Похоже, она снова идет к дну. Теперь настало время самого большого корабля из всех. Как он вытешит такое испытание? Давайте посмотрим. Пока что корабль кажется устойчивым, но это лишь вопрос времени. Наконец, самый большой корабль затонул. Волны не проявляют милосердия. Ни один корабль не смог остаться на плаву и затонул. Будут ли волны достаточно сильными, чтобы затопить улицы Лего города? Давайте узнаем. Запускаем цунами. К сожалению, мощности Лего моторов не хватает, чтобы устроить реальный природный катаклизм для этого Лего города. Но все же он сегодня отправится на дно вместе с его жителями. Для этого я отсоединяю привод моторов и приступаю к движению механизма своими руками. Время уборки и перехода к следующему эксперименту. Эксперимент 2. Лего водоворот. Кроме волн, еще одним интересным водяным экспериментом с применением Лего является создание водоворота, используя двигатели Лего. Я создал вот такую конструкцию, которая позволит погрузить механизм под воду, оставляя сухими моторы и электронику. Длинный привод из Лего АСС и соцная передача помогла мне в этом. Создавать вихрь, будь вот такой наконечник, который одновременно не создает большую нагрузку на мотор и способен эффективно закручивать воду вокруг себя. Этот водоворот просит вызов устойчивости лодки Лего. Для более детальной демонстрации вихря я использовал прозрачную полгу, в которой удивительным образом образуется водоворот. Да, не повезло мне фигурке, которая попала вовнутрь. Ну что ж, пора двигаться к следующему эксперименту. Эксперимент 3. Механический пресс Лего. Для нашего третьего эксперимента я создал механический пресс Лего, способный оказывать значительное давление. Механизм довольно простой, а давление создается с помощью двух Лего моторов и винтовой передачи. Давайте же проверим, на что способен такой пресс. Мы будем раздавливать различные предметы, начало с чего-то мягкого, например, зефира. После эксперимента на зефире остались вот такие жуткие следы. Бру. Перейдем к более хрупким предметам, например, к яйцам. Да уж, теперь это все нужно за собой убрать. После этого мы испытаем пресс на мини-фигурке Лего. Выдержит ли она давление? Давайте посмотрим. Сможет ли такой пресс ломать Лего-пластину? Как видите, ему не удалось, но пластину изрядно погнуло. Наконец, мы посмотрим, как пресс справится с сочным помидором и другими предметами, такими как печенье Орео и сочистка. Светный помидор, пресс выжил из него все до последней капли сока. Для того, чтобы сильнее сломать печенье Орео, я собрал такую кленообразную насадку на пресс. С помощью ее пресс легкостью грандил бедную печеньку. Вот такой вот эксперимент. Эксперимент 4. Скручивающая машина Лего. Четвертый эксперимент заключается в создании скручивающей машины Лего. Специально предназначенной для того, чтобы сломать пластиковую ось. Если вы попробуете скрутить такую ось руками, вы поймете, что это далеко не легко. Эта машина будет крутить ось с возрастающей силой, пока она не сломается или не деформируется до неузнаваемости. Посмотрим, какой крутящий момент нужен, чтобы сломать эту деталь пополам. Это настоящее испытание прочности Лего. Лего ось скрутилась до неузнаваемости, но все же не сломалась, потому что недостаточно зафиксирована. Исправим это с помощью плоскогубцев. Очередная попытка и Лего ось сломалась. И это выглядело чертовски круто. Лего способны на невероятные вещи. Давайте же проверим на прочность китайскую ось. Фейковая ось сломалась еще проще, чем оригинальная. Вот почему Лего такое дорогое. Эксперимент 5. Редукция Google 1 с помощью шестерен Лего. Обычный мотор Лего вращается со скоростью в 340 оборотов в минуту. Но используя шестерни, это вращение можно замедлить. Я использовал различные виды шестерных передач, чтобы собрать большой механизм, который бы замедлял вращение мотора Лего до такой степени, что при текущих характеристиках мотора, данная шестерня сделала бы один оборот спустя 14 миллиардов лет. И это равноценно текущему возрасту вселенной. С каждой передачей вращение замедляется все больше и больше. Разные передаточные числа приводят к разным уровням замедления. От 40% при конической передаче до 97% при винтовой. Но при соединении их вместе передаточные числа умножаются. И получаются просто гигантские числа. Это может быть самый медленный механизм Лего из когда-либо построенных. Эксперимент 6. Лего мотор поднимает огромный вес. Кажется, что крошечный мотор Лего не сможет поднять и килограммы веса. И возможно вы будете правы. Но это можно исправить. Построив механизм, который увеличит его характеристику рожей. Построив вот такую простую конструкцию, давайте проверим, на что она способна. Начнем с гантели в 1 килограмм. Поднятие без проблем. Как насчет двух? Также успех. 3 килограмма тоже легко отрывается от земли. Теперь 6 килограмм. Механизм также справился. 10 килограмм. Механизму не хватило прочности. Следует его укрепить. И это сработало. 14 килограмм. Механизм смог поднять 14 килограмм веса. Это просто невероятно. Дальнейшее увеличение веса, скорее всего, уже не выдержит конструкция. Но я уверен, что если добавить жесткости и увеличить передаточное число у подвижного блока, можно добиться невероятных результатов. Эксперимент 7. 100 колесный автомобиль Лего. В нашем заключающем эксперименте я собираюсь создать 100 колесный автомобиль Лего. Вот такой автомобиль у меня получился. Давайте же посмотрим, как он ездит. Длиной машинка получилась несколько метров и занимает практически все место в комнате. Как видите, ведущей машине достаточно тяжело сдвинуть всю конструкцию с места, потому что столько колес создают большое сопротивление из-за трения и дополнительного веса. Про маневренность такой конструкции также тяжело говорить. Чтобы развернуться, нужен огромный радиус, иначе машина просто застрянет. Эти 7 экспериментов были действительно эпическими, каждый из которых более захватывающий и сложный, чем предыдущий. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на новые сумасшедшие постройки Лего. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok